Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова я, Рувя. Это новое видео по игре под названием GTA CRMP Mobile. Сервер получается Black Russia. И в этом видеоролике мне понадобится 300, а то и 400 тысяч рублей. На моем балансе, как вы уже успели заметить, немного не хватает. На моем балансе 110 тысяч и 55 рублей игровой валюты. Начнем с того, для чего мне нужно 300 или 400 тысяч. Я думаю, сейчас все поймете. Нажимаем слэш кар. Нажимаем, получается, в Ford Mustang. Первый, получается, мой транспорт. Загрузить транспорт. И видим, что правильно, Ford Mustang синего цвета. Или голубого, не знаю, с красными дисками. Но данная машина совершенно не затюнена. Данная тачка стоит 2 миллиона и 600 тысяч. Игровая валюта. Это очень дорогая машина. Очень быстрая машина. Едет почти 300. Вроде бы, если быть точным, 270. Но это далеко не ее предел. В этом видео я бы хотел ее оттюнить. Прям жестко оттюнить. Она реально понадобится довольно-таки много денег. И как вы уже успели догадаться, я попробую пойти в казино. Ребят, пойти в казино, поднять 300 или 400 тысяч. И просто пойти и затюнить эту самую машину. Есть только одна маленькая переменная, да? Переменная в чем? Я могу проиграть в казино, и этого ролика не будет. То есть, если вы это слышите или видите, значит, ролик получился. И я выиграл в чертовое казино. Это долбанное казино, да? Перед тем, как мы начнем, я бы хотел сказать вам, если вы хотите поиграть на этом сервере вместе со мной и Александром. Александр Мексовидева тоже играет на сервере. У нас есть своя семья. Вот дом нашей семьи. Мы абсолютно всех принимаем. То заходите под ссылочкой в описании по лично моей ссылке. Да, чисто моя ссылка прекрасная, чудесная. Заходите, скачивайте данный сервер. Там идет прям, короче, приложение на телефон. Вы его скачиваете. Вот, потом заходите в игру. Получаете второй левел. Его получить довольно-таки просто. Просто выполнять какие-то задания на спавне. И получаете второй левел. После этого нажимаете над эту стрелочку под картой. Нажимаете H. Нажимаете меню. Листаете вниз. Там девятый пункт промокод. Пишите сюда, вот получается, хэштег. То есть решетка. Решетка. И именно маленькими буквами RUVIA. Нажимаете ввести. И получаете, что правильно, 15 тысяч рублей для поднятия на сервере. Это абсолютно законно. Это абсолютно просто. И если что, Жига на этом сервере стоит 1020. То есть ввели промокод и почти купили Жигуль. Прекрасно, прекрасно. Все. Так, нажимаем слэш ЛК. Заходим в машину. Закрываем машину, чтобы к нам никто не заходил. Нажимаем, получается, слэш GPS. И ищем. Так, казино. Это что? Это у нас, да, вот. Найти ближайшее казино. Надеюсь, в этом казино нам повезет. Потому что прошлое видео, я думаю, вы смотрели. Надеюсь, вы его смотрели. Там нам немного не перло. И мы просрали сколько? Вроде бы 300 тысяч, да? 300 тысяч просрали. Но в один момент мы подняли... Сколько мы подняли? Вроде бы 1400, да? То есть... А, какой? Подожди. 300, 500, 600. Вроде поднял, короче, 600 и потом слил. То есть, заигрался и слил. То есть, если мы сегодня не будем заигрываться, то... Возможно, возможно, мы сможем апнуться. И, в общем-то, буду возле казино. Свяжемся с вами. Будем делать грязь. Надеюсь, повезет. Не, на самом деле, если нам реально сегодня повезет, то это будет прекрасная серия. Потому что, прикиньте, выиграть в казино. Причем до этого, в предыдущем видео, проиграть в казино. То есть, сделать камбэк определенный. После этого пойти отюнить машину. Но это же просто прекрасно, я считаю. Да? Главное, ее не разбить в хлам. А, походу, мы ее разбили. Да, все, мы разбили машину. А, мы возле казино. Ёлы-палы, прекрасно. Машина, прощай. Это же казино, правильно? Да, это вроде казино. Давайте гляну на карту. Да, ребят, это казино. Я думаю, мы ее починим. Блин, я вот думаю, как выиграть в казино. У меня 110 тысяч рублей. В принципе, если я сделаю две ставки, это одну сразу 100. Выграю будет 200. Сделаю 200. Выграю будет 400. То есть, две all-in я могу выиграть. Ну, сразу, как бы, да? Две беды подряды-то не так много. Вот. Но одновременно, если вдруг проиграю хотя бы одну из них, то мы все проиграли. Поэтому, наверное, рисковать не буду. И буду ставить ставки какие-то типа 20, 30, может, 50 тысяч рублей. Не более. Ну, последнюю, возможно, сделаю сотку. То есть, будем, будем понемногу. Понемножечку, помаленечку. И, короче, надеемся, что все получится. Так, казино. Долбанное казино. Как видите, тут все приезжают на тачках, уезжают на великах. Суть всего казино. Но, на самом деле, играл не только я. То есть, играл в казино на этом сервере и Саше. И что мне, что Саше вообще не везло. Не знаю, может быть, просто не везение. Может быть, тенденция определенная. Да, сейчас будем это проверять. Если вдруг все просру, знаете, в казино ходить вообще нельзя. Это же просто ужасно. Так, тут у нас, кстати, очень много столов. Давайте за первый подойдем. Ну, в плане много играющих столов. Ребята, джи-джи, гаси. Я прям чувствую, как мы сейчас проиграем. Че альт не нажимается-то? Так, альт. Альт, альт, альт. Нажмись, альт. Так, идет игра. Окей, подойдем к этому столу. Какой-то бомж, боже, дядя. Иди поднимись потом. Все, пушка. Так, ставим сколько? Ну, предлагаю начать с тридцатки. То есть, 30 тысяч рублей и 55 рублей сверху. То есть, чтобы у нас, если вдруг проиграем, осталось ровно 80 тысяч на счету. Короче, кто не в теме, эта игра называется Blackjack. Не советую разбираться, что это такое. Короче, Blackjack. Суть в чем? Максимум это 21. Минимум это... Ну, минимум лучше вообще не знать. Короче, вот нужно набрать 21. Все картинки это, получается, дама, валет, король, 10. Это все считается за 10. Туз считается за 11. Все остальные карты по номиналу. То есть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это все по номиналу, вот. Играем против дилера. У дилера валет мы, скорее всего, проиграли. 10 у меня, кстати, неплохо. Хорошо. Ребята, я этого казино, на самом деле, долбил, короче. 13. Мы проиграли, походу, ставку. Ладно, на самом деле... Еще не факт, что проиграли. Блин, ну 13 это мало, на самом деле. Это даже не то, что мало. Я брать не буду. Потому что сейчас возьмем 10, да, будет перебор. Нажимаем, хватит. И надеемся, что у дилера будет после вальта что-то типа 5, а потом 10 сверху. Бам, у дилера перебор. К сожалению, мы проиграли. У дилера был Blackjack. Неплохо, спасибо, папаша. Классно поиграли. Окей, давайте еще одну ставку на 30 тысяч. Хотел по 25, будем играть по 30. В принципе, разница не особо большая. На счету осталось 50 тысяч рублей. Было 110. Да? Вот. Но при этом еще ставка стоит в 30. Если эту выиграем, то мы... Мы в нуле, да? Мы в нуле проиграли только 55 рублей. Но это немного. Нормально. Главное эту выиграть, иначе я поставлю all in, и мы все проиграем. Это, конечно, да. Это, конечно, будет неприятно. 8 секунд до начала игры. Блин, на самом деле, есть такое чувство, что мы сейчас все проиграем. И этого ролика просто не будет, потому что... Ну, а что мне записывать? Я в казино проиграл. Это же не круто, правильно? У дилера 10. Ну, что за парашная игра? У меня 5. Дилер, ты... Да, короче, ребят, забейте. Надеюсь, у меня сейчас 6 будет. 6. 11. Друзья, короче, давайте рискнем вообще всем, что у нас есть. Ну, почти всем. Нажимаем удвоить. То есть... Да, Blackjack. Я такой даун, ребят. Просто забейте. У нас 140 тысяч рублей на счету. Понимаете, что я сделал? У дилера было 10, у меня было 5. Мне дали 6, ну вы все видели. Триндец я, психушка. Ребят, психушка, психичка ненормальная. Нажал дабл, а там еще король достали. Ребята, подкрутка. Блин, приятно, приятно. Фу, друзья, какой же прекрасный дабл. Вот это просто балдеж. Я понимаю, что многие сейчас смотрят это видео и не понимают вообще, что происходит. То есть, что это за карты, что это за картинки. Кстати, этот значок был окрашен, если что. Вообще, что происходит, что я тут делаю? Ребят, вы еще разберетесь, да? Мы сейчас все проиграем и все поймете. Поставил 40 тысяч. Вот. Играет триггер. Туз. Ребят, ну что это за параша? Сколько мы играем? У меня 9. Сколько мы играем? У дилера всегда 10 или более. Что за говнище? Дайте мне 2. О, боже. Ребят. Даблить не буду, потому что против туза даблить просто бред, потому что вдруг у него 10. Но у меня второй раз с двух карт 11. Вы понимаете, о чем вообще, что происходит? Если у меня тут 10, у меня опять 21. Дайте... Опять 21. Надо было дабл нажимать. Вот я психичка тупая, а? Ладно. Если бы нажал дабл, вдруг десятки бы не было. Это же все-таки нереальная колода. Вдруг тут что-то накручено, подкручено. Не знаю. Триндай псих, ребят. Я нажал взять. А зачем я взять нажал? Подожди. Я взять нажал. Ребята, я проиграл только что. Я не ту кнопку нажал. Нет, это забей. Я не понимаю, что за правиль... Вы видите, кто понимает, понимает, что произошло. Я нажал не ту кнопку. И проиграл 40 тысяч рублей просто. Играю валюты. Забейте. Все к лучшему. Но это параша, это параша. У меня 21. Зачем-то вообще кнопка взять подсвечивается. Если у меня 21, это максимум, который можно сделать. То есть больше 21 не сделать. Это норм? Алло. Прием. Ребят, мы только что процрали 40 тысяч. Предположим, что это к лучшему. И что-то повлияло на то, что я сейчас выиграю 40-400 тысяч. Я сейчас проиграю 50 тысяч. Вот еще одну ставку. Вот это, да? Я тельтану, потому что останется 50. Это будет ужасно. Не знаю, насколько долго будет эта серия, но... Надеюсь, она будет недолго. Я еще просто начну выиграть. Пожалуйста, у дилера 8. Окей. Это все равно много. Можно 10? 5? А можно еще раз 11 с двух карт? Давай. 6. 8. 13. Ну мы это проиграем, сейчас вам говорю. Ладно, хватит. Блин, это бред, ребят. Мне жалко те 40. Это просто ужасно. Так, нажимаем, хватит. Я не буду брать с 13. Или взять просто... Нет, я не буду. Нет, ребят, хватит, хватит. Лучше тогда нажал, хватит. Говно. Дилер, только не 10, что-то меньше. 8. Что это? 20. У дилера 20. Ребят, 50 тысяч на балансе. Вариантов несколько. Ладно, я не буду рейджить. Потому что я знаю себя. Сейчас просто поставлю 50 и проиграю. Ставим 20. Если выиграем 20, будет получается 70 на балансе. Потом ставлю 50, остается 20. Получается 100. 100, 120. Делаем 100, 200, 200. Нормально, пацан, ДРМ. Я сейчас 3 подряд выиграю. По моей тактике я подниму 400. Как же сложно играть в долбанное казино. Ребята, все, короче. Ждем. До начала игры 6 секунд. И опять секунд, 4 секунды. И я примерно понимаю, что мы уже все проиграли. У дилера будет опять 10 или туз 9. А почему такие огромные карты у дилера? Почему? Валет, подожди, ладно. Спокойно, не ноем по центре. Можно туз вверх, пожалуйста? Дама, 20. Все, все. Не нажимаем взять. Все, мы выиграли эту ставку, скорее всего. Так, нажмем. Хватит. Так, это не мой ход, понял. Вот, видите, у челика 14. А, стоп, ладно, забей, это не то. Хватит. Все. Ну все, 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 все. Все, давайте. У дилера пусть будет 10. У нас будет 20, у дилера 19. Мы выиграли. Все, супер. По центре. Победа. Баланс 70 тысяч. Я еще предлагаю. Ставим 50. Похрен. Просто вот нужно делать и грязь. Мы же все-таки, ребята, серьезный канал. У нас тут не какие-то там игрушки. У нас тут киберспортивный гейминг. Бочки меда представляет. Ставим полтинник. Похрен. Больше часть нашего баланса. Выиграем. Потом ставим 100. Будет уже 200. И потом ставлю 200. Похрен. Я выиграю 3 подряд. И в этом уверен, реально. Все, игра началась. У дилера 8. Почему тус не у меня? Не понял. Так, 7. Это, кстати, плохо. Пока что прям печально. Слева блокжек. Спасибо. 17 против 8. Это плохо. Это плохо. Это реально плохо. Мне, мне, мне. Почему? Блин, почему, почему я не слева с ним сижу? Ну что это за жизнь? Удвоил выигрыш. Так, хватит. Чел с 12. Нажал дабл. И взял 13. Так, пожалуйста, дилер, без говна. Просто давай говно, точнее, говно достаньте себе. Только не 10. Я прошу. Я выиграл, боже, 16 против 17. Ребят, психичка выигрывает игры. Называйте меня психичка теперь. По центру я 100 тысяч ставим. Давайте. Похрен. Просто, ну проиграю, проиграю. Я, я, ну, мне по барабану, типа. Нет, мне не по барабану. Мне будет жалко проиграть 100 тысяч. У меня всего было 110 в начале этого ролика. Я сейчас ставлю 101 ставкой. При том, что когда мы ехали в казино, я говорил, что, ну, по центру, чё. Буду играть аккуратно, спокойно. И вы меня знаете по 20, по 30. А можно отменить? Я уже не хочу ставить 100 тысяч. Ставить ролик на паузу, потому что сейчас у нас все столы заняты. И сейчас череп нажмин готов. Игра началась. Пожалуйста, иди с говном. 5. Нормально, по центру. Можно мне туз давай? 7. Это плохо. Смотрите, слева сейчас опять 20 соберет. А, 12, лох, отдыхай. Пожалуйста, счет на 17 против 5. Видео, если вы меня слышите, почему вот так непонятно. Почему так непонятно. Я понимаю, что нужно в любой ситуации нажимать хватит. У меня, то есть, выбора не осталось. Но у дилера... Понимаете, у дилера 5. Если у дилера 5, это значит, что мы, скорее всего, выиграли. Но есть одна проблема. Это же дилер. И сейчас может произойти какая-то такая непонятная херня, где мы увидим, не знаю, какой-нибудь 6 и 10. Или 10 и 6. У дилера будет 21. Но может быть 10-10. Короче, давайте, все. 10-10. Я отдыхаю, мы играем просто игроки. Пожалуйста. Челек справа 19 собрал за двое тузами дурак, что ли? Так, давай 10-10. 8-10. Давай. В ничью. Фу, боже. Это норм вообще ничья. Нормально. Ладно, я доволен. Ничья хорошо. Так. Ставим 100 тысяч. Похрен. Я говорил, что мы играем до Талава. Просто будет, не будет. Сейчас, если 100 тысяч выиграю, ставлю 200. Мне реально по барабану. Серьезно. Серьезный гейминг. На самом деле, я прям в шоке. Все, игра началась. Погнали. Ребята, 100 тысяч стоит. Король, мы проиграли, походу. Так, ладно. Можно мне туза? Или 10-3-3? Ребята, это просто смерть. Ну, проиграли, да проиграли. Ладно. Можно мне 7 или 8? 8-11. Боже. Нормально. Так, ладно. Я сейчас методу 10. Считайте, я... Я царь этой игры. Вообще, главное не промазать и нажать взять, а не хватит. Потому что я знаю себя. Я не виноват, если что. Капец. Видимо выйдет. У меня 11. Можно 10? Ну, прошу, чел слева, не бери карту. Не бери карту. Потому что у тебя 10. Это 10 моя должна быть, понимаешь? Так, все. Ничего не делай. Взял 7. Придурок. Хорошо, ладно. Хорошо, это хорошо. И берем. Посмотри, давайте 10. Я прошу. 10 блокж. Я психичка тупая. Пожалуйста, дилер, только не 10. Я хочу выиграть, не хочу ничью. А, стоп, 10. У него будет 20. Да? Да, у него будет 20. Ой, какой... Я чуть... Ребят, я чуть взять не нажал. Я бы сейчас разбил телефон. Так. Триндец. Мы сейчас в стройке сделали 21 при ставке 100 тысяч, когда остается 20 и уйдет 10. Вы понимаете, что происходит? Давай, только не туз, чувак. 2. Все, я выиграл. Ребят, 220 тысяч на балансе. Как и обещал. Все, короче. Станет 200 тысяч. Вообще пофиг. 200 тысяч рублей на ставке. Погнали. 120 проиграем. Я тогда больше в казино не ногой. Нет, я зайду, если вы лайков много наберете. А так не буду. Просто... Прикиньте, какой просто исход ролика. Если мы сейчас реально выиграем эти 200. Если проиграем, остается 20 тысяч, и там уже хрен комбэкнешь. Нет, там можно, в принципе, но это вообще ужасно. Это прям вообще неприятно. Так, ладно. Все, сидим. Просто сидим и смотрим за ситуацией. Вот сейчас вот можно хотя бы разок. У дилера будет 5. И потом две десятки. Вот, то есть, я многое не хочу, реально. 5 и две десятки, все. То есть, в принципе, напрягаться особо не нужно. Это просто. А мне можно тусы. У меня еще ни одного блокжека с двух карт сегодня не было. Вы заметили, да? Я тонко намекаю на то, чтобы, может быть, каким-то образом накинуть мне две карты. Десять и одиннадцать. Восемь у дилера, окей. Семь у меня. Это просто параша. Это параша ванючья говно. Можно мне четыре? Или три? Или два? Шесть, тринадцать. Худшее, что можно было достать, я достал. Похрен, ребят. Верим в лучшее. По барабану. Я думаю, что еще у дилера будет... А что может быть такого, чтобы я выиграл? Ну, пять и десять. Или шесть и десять. Или семь и десять. Это трындец. Это трындец. Ладно, проиграли так проиграли. На самом деле, я думал изначально, что мы все проиграем. Мой ход. Ну да, классный ход. Хватит, ребят. С тринадцать все отыграем против восемьерки. Давайте. Киберспортивная организация бочки меда. Представляете, что это такое реально? Давай, чел. Говна, достань себе. Десять, давай. Я выиграл. Четырест двадцать тысяч. Ну все, забейте. Ребят, киберспорт здесь. Ставьте лайки. Я не знаю, как я это сделал. То есть, это все. Если вы не поставите лайк под это видео, я киберспортивно обижусь. Четыреста двадцать тысяч мы сделали со ста десяти. Притом, мы выигрывали стройкой против десятки у дилера на последнюю сотку. Вы понимаете, что было, да? Все, идем тюнить тачку. Что могу сказать? Осталось самое легкое. Это затюнить машину просто спокойненько. И пойти на выигранные деньги. Сделать из моей офигенной тачки. Тачку еще более офигенную. Блин, я честно доволен. Я вот, правда, когда начинал играть. Когда, да боже, можно выйти с домом. Е-мое. Когда начинал играть, когда начинал пилить видео. Думаю, ну все, по-любому в этом ролике у нас не выйдет. Но если вдруг выйдет, то будет так круто. И вышло, понимаете? Так, слэш кар. Слэш кар. Она, блин, поломана. Интересно, она будет тут тоже поломана или как? Форт Мустанг. Загрузить транспорт. Или она будет нормальная? О, она, она нормальная. Офигеть. Все, так, открываем. Слэш алкан. Блин, я нереально доволен. Правда, если кто-то подумает, что такая-то накрутка и так далее. Ну, или там подкрутка. Блин, короче, ребят, это триндец. Не думайте так, потому что я реально выиграл. Увидели, на какого тоненького это было. Так, пишем слэш GPS. Окей, GPS. Окей, and нам нужно что? Это важные места или что? Это что идет? Так, важные места, возможно, да? Так. Вот, тюнинг тонировки, тюнинг подвески, чип тюнинг. Нам нужно и туда, и туда, и туда заехать. Предлагаю пойти сразу на какой-нибудь чип тюнинг, чтобы она прям гоняла как самолет, как аэроплан. Где он? Рядом. Погнали прямо вместе с вами, ребят. Я сейчас буду на позитиве ехать и буду вам что-то рассказывать. Короче, вот такая вот машина, собственно, Ford Mustang GT. Бензин у нас 115. А что столько много бензина? Блин, чип тюнинг, вы прикиньте, на 2,7 съездят сейчас. То есть, если мы сейчас ее прочипируем, это можно так сказать, да? Вроде бы можно. Она же летать будет, это же будет аэроплан. Саня офигеет, когда узнает. Ё-моё, блин, ё-моё, блин. Так, поехали. Надеюсь, мне хватит денег, потому что, ну, по моим подсчетам, должно было хватить и 300. Я такой думаю, ладно, 400 на всякий случай сделаем, чтобы, ну, больше было. А если не хватит, я не виноват, натуре. Так, ладно, погнали. Гараж свободен, бибикаем и залетаем. Так. Ну что, погнали. Приобретаем стейдж первый, значит. Должны, вы должны выбрать, что хотите купить. Сколько это? 650 тысяч стоит прошивка? А что так много? Это что за говно? Ребят, 650 тысяч, подожди, а стейдж 2, он стоит, наверное, больше. Саша, зачем ты мне такую дорогую машину подкинул? 650 тысяч? Чип-тюнинг? Видимо, вы меня слышите? Ладно, предлагаю тогда сегодня не чипировать. Это просто, это просто ненормально. Это ненормально. Так, а что там? А мне вообще хватит хоть на какой-то тюнинг этой машины? Она такая дорогая, что тюнинг стоит миллионы, вы понимаете? Окей, го подвеску. Я осуждаю, блин, я что-то расстроился. Так, подвеска рядом. Ладно, есть план. Не, ладно. Сделаем, короче, как. Потратим все деньги, которые у нас сейчас есть. Если под этим видео вы наберете, пусть будет, это года, тут лайков много особо не набирается. Но если вдруг наберете, допустим, косарь лайков до завтра, или до послезавтра, так уж и быть, то я пойду опять в кайзик и попробую сделать денег на чип-тюнинг. Но опять же, если мы это сможем сделать, считайте, нам повезло, потому что, в принципе, так вести не должно, да? А че с машины вышел? Блин, ребят, не то, не то, нажал. Тринец, шестьсот пятьдесят тысяч, так самое интересное. Или шестьсот пять, может быть, я слепой дебил? Вроде нет. Так, даже слэш лка. Вроде реально шестьсот пятьдесят кусков, это жопа. Я расстроился. Надеюсь, на это хоть хватит. Сколько стоит это? Я уже, знаете, ничему не удивлюсь. Триста тысяч? Это ж не тридцать, это триста тысяч, да? Общий клиренс. А что это вообще? Что он даёт? Что это? А, а, уф, понял, понял. Ребята, нас, походу, хватит только на что-то одно. Размер колёс. Можем? О, о, огромные. Давайте сделаем... А почему? Триндец это денег стоит. Что, развал колёс? Нет, это мы не будем. Это невозможно, это супер дорого. Общий клиренс. Так, давайте это поднимем, наверное. Триста кусков любое поднятие. У нас четыреста двадцать всего, вы чё, козлы, каббит? Вы офигели? Так, отдельный клиренс. Угу, это немножко не то. Двести кусков. Такая помойка. Давайте вот так сделаем, ребят. Это, получается, все колёса поднимаются, да? А, это... Это мы вот так будем гонять. Да, давайте сделаем вот так, короче, за двести тысяч, ребят. Я куплю это. И пойдём просто сделаем ей... Не знаю, чё там сделаем. Ну, что... Затонируем окна, короче. Минус двести кусков. Теперь она высокая. И нахер я это сделал? А, это... Ребят, я говна надел. Она теперь... Часть сделал. Как вернуть исходное состояние? Видимо... Она полностью поднималась. Почему поднялась только передняя часть? Минус двести тысяч. Ребят, я вам так скажу. Без фанциртых мышеловки мы выиграли деньги и ухудшили тачку. Ладно, хорошо. Пусть будет, как будет. Я что-то решу. Я решу эту проблему. Я решу эту проблему. Рано или поздно я ее решу. Окей, погнали. Сделаем тюнинг тонировки. Я надеюсь, это стоит не миллионы, не миллиарды. Где вообще тюнинг тонировки? Надеюсь, не в другом... Это абсолютно другой город. Спасибо, приятно. Ну, поехали. Все, буду там. Свяжемся с вами. Я испортил тачку. Спасибо. Так, тюнинг тонировки. Надеюсь, у нас идет все 200 тысяч на тонировку. Хотя, я так понимаю, ребят, что Саша мне не зря подарил такую дорогую машину, чтобы я просто все деньги до нее всрал. Спасибо огромное. Очень приятно. В следующем ролике, наверное, будем ее менять. Ну, нет, не машину менять, а задние колеса нужно как-то тоже поднять, наверное, потому что что-то это не получается. Я извиняюсь. Она не едет немного. Так, ну все. Тонируем, тонируем, тонировка. Езжи, братан. Езжи, гудок. Езжи, заходим. Так, все, тонировка. Сколько денег стоит? Мне просто вот интересно, да? Я поинтересуюсь. 46 тысяч. Так, подожди, если мы сейчас ее прям... Темное сделаем. Прям темно-темно-темно. А что я не могу? Так, подожди. 8. Так, цвет. А что-то меняется вообще? Что-то меняется вообще? А меняется что-то? Почему я не вижу, что что-то меняется? Ребят, вот смотрите. Не меняется же, да? Нифига. Причи, прозрачность тонировки. Изменение цвета. Назад, вперед. Красная. А что? Так, давайте, ребята, выйдем и зайдем обратно. Потому что что-то я... Немного не врубаю. Причина, по которой мы ставим тонировку, она не ставится. Какой-то самый странный ролик. Мы офигенно все выиграли в казино. Но что-то тут не получается. Так, тонировку приобрести. Нажимаем. Она не становится темной. Цвет фар. Может, хотя бы это поменять? Так, цвет фара. Винилы. Так, какие свинилы? Подождем. Это, кстати, очень интересный момент. Так, винилы. Так, на вашу машину не подходит данное улучшение. То есть винилы. Так, у него новая подсветка. Вообще, что-то можно сделать в этом видео? Мне просто интересно. Так, прозрачность тонировки. Короче, ребят, делаем максимально непрозрачную, а просто темные. И приобретаем. Мне похорен. Я думаю, тут просто глюк, и мы выйдем, и машина будет за... Они не затонированы. Еще минус 46 тысяч. Они не затонированы. Я вам отвечаю. О, боже. Так, иди с твоей жигой отсюда. Слышь, брат, я тут буду находиться. Гудок. А мы вдвоем. Нормально. Так, ребят, еще минус 46 кусков. Самый лучший тюнг на свете. Да, этот цвет фары, что ли? Или винил. Так, винил. Так, цвет машины. Так, ну это, я думаю, не особо интересно. У нас она и так... Я хочу красную. Все время красная тачка. Я не знаю зачем, но... Я купил красную. Почему она другого цвета? А, не, она красная. Да, все, она красная. Фух, я испугался. Так, отлично. Так, нюнова подсветка. Сделаем. Ну что, сделаем красную, наверное, да? Да, сделаем красную. 46 тысяч. Приобретаем. А, стоп, я не приобрел. Приобретаем. 76 кусков красный цвет подсветки. И цвет фары тоже сделаем. А мне хватит вообще? Так, цвета... Фары тоже красные вообще. Похрен, я придурок. А, у меня не хватает денег немного, да? Ребят, ну смотрите, что мы сделали. В общем, я могу так сказать. Машина красная, да? Диски тоже красные. Подсветка тоже красная. Деньги хватило на фары. И я посчитал, что мне... Ну, слушайте, выглядит красиво, но если бы она ехала еще с такими колесами, было бы просто прекрасно. Короче, нам нужно на следующий ролик сколько денег? Я еще вам скажу, подожди. Так, фары это еще 10 тысяч. Потом нам нужно... Я не понимаю, вот мы затюнили окна, стекла, они не затюнились. Это вопрос серьезный. Вот также нам нужно еще где-то 650, еще плюс где-то 800 миллион, еще где-то миллиона 3, чтобы сделать чип-тюнинг. Кого черта, ребят? Нам нужно, короче, 3 миллиона. Вот, а как мы их добудем в следующем ролике, узнаете в следующем ролике, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И самое главное, не забывайте то, что на этом самом сервере играю я, играет Саша, играют наши подписчики. У нас есть своя семья, будем вместе с семьей продвигаться. То есть вы заходите, по моей ссылочке качайте. Это игра получается, этот сервер работает только на Android девайсах. Если у вас iPhone, то, извиняюсь, покупайте Android. Заходите, качайте второй левел, нажимаете H. Вот, сейчас я выйду даже с машины, покажу вам еще раз. Стрелочка, нажимаете H, нажимаете меню, 9 пункт. И самое главное, ребят, просто получайте 15 тысяч рублей по моему промокоду. Вот так вот, вот так, вот так, маленькими буквами, вот так вот ввести. И все, 15 тысяч на вашем балансе. Спасибо, что смотрели. С вами был Яруве. Лучшая серия за последнее время. На самом деле довольно-таки насыщенная. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, всем пока-пока.